Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости канала Эзотерика для тебя. В этом видео мы с вами поговорим о венике, который у нас, как правило, есть в квартирах, в домах. Повторим о том, где принято ставить веник, какие же правила покупки, особенности размещения веника и правила использования такого веника. Одним из главных оберегов всегда считали веник. И вы знаете, бытовало даже мнение, что под таким обычным веником мог поселиться и жить домовой. На Руси центром домашнего ощага считали, и домовому приятно было проживать именно там. Поэтому веник принято было ставить на кухне у порога метлою вверх. Веник качества оберега использовался для того, чтобы приманить в дом разные хорошие вещи. Удачу, счастье и благополучие. Хвори, беды, негативную энергию с его помощью можно было вымести прочь из дома. Конечно, не следует думать, что от любых проблем можно раз и навсегда избавиться при помощи оберега. Любая вещь, наделенная такими свойствами, способна отогнать нечисть и принести удачу. Но многое зависит будет и от круга общения хозяев и от того, кого они приглашают в свой дом. Конечно, сегодня веник постепенно уходит из жизни обычной семьи. Но еще несколько десятилетий назад невозможно было себе представить дом, где не пользуются веником. Он выполнял не только свои прямые практические функции. Если мы говорим о старине, то в старину веник считался одним из важных оберегов, освобождающих пространство от нечисти и негатива. Именно новый веник в доме наделяли особыми свойствами и способностью противостоять лун. Какие же правила покупки нового веника? Приобретая такой вот важный для дома предмет, нужно помнить о следующем. Покупать веник следует в период растущей луны. Конечно, кто-то утверждает, что покупать веник нужно именно на обывающую луну. Знаете, если вам говорят, что на обывающую луну, то это говорится о том, что его можно использовать в определенных ритуалах. Но если вы покупаете для дома, то мы только покупаем на растущую луну и не покупаем, когда луна без курса. Вы, наверное, спросите, как посмотреть, как узнать, когда растущая луна. Вы можете посмотреть, у нас на канале есть видео. Мы постоянно выпускаем. Кроме того, у нас есть интернет, где многие сайты, порталы. Это также размещает такую информацию. Кроме того, когда вы смотрите, смотрите, во-первых, обращайте на часовой пояс, потому что разница может быть во времени. И второй момент, смотрите на нескольких сайтах, потому что бывает почему-то информация недостоверная. То есть может быть разница в два, в три дня, а может вообще какая-то быть белиберда. Поэтому смотрите. Также в момент покупки веника вы можете загадать желание. И знаете, оно исполнится. А также можно загадывать желание в момент первого использования нового веника. Также вы должны знать, что в августе веник покупать нельзя, так как он, так как такой веник принесет многочисленные хлопоты. Также покупка нового веника всегда сопровождалась ритуалом. Когда вы вносите новый веник в дом, замести нужно с его помощью немного взять как бы ссора с улицы в дом. Но это надо делать формально, а не так, что мы берем прямо метем в наш дом. Нет, это более формально. И считается, что с таким вместе ссором придет и достаток в дом. Также новым веником вы можете поколотить плодовые деревья, чтобы они приносили богатый урожай. Вообще, вообще для многих в семье значила покупка веника. Знаете, даже в воспитании детей такое действие вносило свой клад. Например, только что купленным веником шлепали ребятишек, чтобы они были послушными и никогда не нарушали родительский наказ. С помощью нового веника малыши обметали, чтобы они были спокойными, много спали и не беспокоили родителей своим плачем. А вот незамужние девушки делали такой подарок, чтобы этим веником она себя вымела из-под отчего крова. И в ее доме, в доме родителей ее не было. Значит, таким образом она сможет выйти замуж и будет жить под крышей нового дома, то есть уже со своей семьей. Какие же особенности размещения веником? Чтобы в доме все ладилось, недостаточно просто обзавестись новым веником и принести его в дом. Его нужно, конечно же, и правильно поставить в нужное место в своем доме. Знаете, что оптимальный вариант это угол. Поставленный в угол новый веник все наделяет способностью привлекать деньги. И чтобы энергетика такого веника не портилась, ставить веник нужно вверх ногами. Если он не будет касаться ссора, его энергетика будет оставаться чистой до уборки. Если же поставить его метущей частью вниз, то перед началом уборки нужно будет проводить его энергетическую чистку, чтобы он смог эффективно удалить всю скопившуюся грязь и не только видимую нашему глазу. Кроме того, вы должны понимать, что в метущей части селится домовой. И если его ставить ручкой вверх, домовой может себе найти другое место. Поэтому люди, игнорирующие эти предупреждения, могут случайно выбросить домового вместе с мусором за порог и лишить таким образом дом защиты. Знаете, что купленный веником и поставленный ручкой вниз берегут, бережет силу от негатива и в том числе от сглаза. Поэтому современные веники тоже надо размещать вверх ногами. Если поместить веник около входа в дом, то он будет останавливать все зло, которое может попасть в ваш дом. Ну а какие же правила использования такого веника? Конечно же, большие возможности этого так называемого незатейливого предмета отражены в народной культуре. Новый веник советуют использовать не только для уборки, а также и для разнообразных ритуалов. Многие из них помогают защититься от зла, вернуть в дом спокойствие и достаток. Например, если от гостя, пришедшего в дом, веет враждой, недобрыми какими-то намерениями, то домашний веник советует проявить предусмотрительность, чтобы негатив от недоброжелателя не остался в доме, а ушел вместе с гостем, ждут пока человек уйдет, а затем ему вслед бросают взятый из угла веничек. Если так делать каждый раз, можно надежно защитить себя от злостных нападок окружающих. Ну а если вы планируете и вы регулярно чистите пространство, то мы рекомендуем делать следующее. Не мести. Никогда не мести веником, когда что-то у вас выпекается в печи. Также никогда не мести, когда член вашей семьи находится в дороге. Если это игнорировать предупреждение, у члена семьи, находящегося в дороге, могут возникать какие-то препятствия и проблемы. Не подметать после ушедших дорогих людей. Если вы мести ссор после ушедших близких людей, они не вернутся. Мести можно только вслед тем, кого больше вам не хочется видеть в своем доме. Также убираться нужно только до заката. Уборка в вечернее и тем более ночное время привлекает нищету. Нести, напомните, следует от двери, от порога, а не к нему. Если нести к порогу, входной двери, то в таком случае у вас могут быть потери касательно вашей семьи. Это может быть касаться здоровья, вашего достатка и благополучия. Ситуация, когда убирают и внутри помещение из-за его предела, то метут сначала в доме, а потом уже за порогом, а не наоборот. Также веник не разрешается давать гостям. Мести должны только проживающие под этой крышей. Люди все прочие, подметая, знаете, привлекают, навлекают проблемы. Давать на время соседям тоже нельзя. Так же самое, как и брать чужой. Особенно это касается, если вы живете, например, в коммунальной квартире. И, как правило, когда живут в коммунальной квартире, то каждую неделю кто-то убирает, например, вот это вот при баннике или в коридоре, или вы живете, например, в общежитии, да, то есть такое правило, что каждую неделю каждая комната, например, убирает в коридоре. В таком случае у вас должно быть два веника. Один веник вы должны использовать для своей комнаты, для своей квартиры, где вы проживаете, а другой веник вы должны использовать для этого общественного места. Кроме того, после того, как вы сделали уборку, подмели в этом общественном месте, вы его желательно промойте и высушите и положите в то место, где у вас хранятся все те предметы, которые вам нужны для уборки. Друзья, вот такие вот сегодня мы даем вам советы касательно веника, потому что нам задают очень много вопросов, нам пишут на почту, а как если то, а если мы не пользуемся пылесосом, а мы живем в селе, у нас такого нет, туда и не нужно, у нас только коврики в доме. И поэтому мы не, ну, то есть по каким-то причинам не используем пылесос, потому что пылесос в большинстве случаев используют это уже в городах, в квартирах, да, потому что все удобно, потому что есть ламинат, есть ковры, ковролины. И, соответственно, тут уже по-другому совсем воспринимается мир. Но все равно мы знаем людей, которые до сих пор пользуются веником, но это больше используют как оберег на кухне, как правило, или у кого-то мы видели даже у входной двери, держат такой веник. И в квартире и в доме пользуются пылесосом. Конечно, пылесосом намного удобнее, потому что пыль не разлетается по всей квартире, особенно в летнее время, когда и так дышать нечем, когда мы проводим влажную уборку, но все же пылесос имеет свои полезные качества. Друзья, с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя, мы вас рады видеть, слышать, нам приятно, что вы пишите комментарии, ставите лайки, обязательно в порядке смотрите другие видео на канале. Ну, а с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя, мы прощаемся и услышимся уже в следующем видео. Пока-пока!